Здравствуйте еще раз! В последнее время мы часто говорим о вдове Исцарепты. В Корее сейчас праздники, поэтому уже многие из вас, наверное, думают, как поехать на родину. Однако сегодня я хочу вместе с вами посетить дом вдовы Исцарепты. Рано утром эта женщина, наверное, проснулась и молилась перед Богом. «Господи, Ты ведь знаешь, мы очень долго голодали. Господь Бог, если бы мой муж был бы жив, наверное, нам бы тяжело не было так, как сейчас. Мой муж, он был трудолюбивым, поэтому, наверное, нам не было бы тяжело, как сейчас. Однако сейчас нет мужа. Я, одна, воспитывая моего сына, мне очень тяжело, Господи. Господь Бог, я сегодня молюсь перед Тобою, потому что если мы, этот горст муки, который так долго мы берегли, если мы его не съедим сегодня, то, наверное, мы умрем от голода, не съев это. Господи, сегодня я соберу дрова, сделаю хлеб и съем с сыном, и я собираюсь умереть. Господи, пожалуйста, помилуй нас. Люди в этом мире пользуются своим способом, однако у меня нет денег, нет мужа, нет пищи дома. Господи, Ты один, кто у меня есть. Пожалуйста, Господи, помилуй меня. Знаете, после того, как я получил прощение грехов, я видел, что если я молюсь, Господь Бог отвечает на мои молитвы. Живя в Господе Боге, я о многом просил в Господе Боге молитвы, и я получал ответы на молитвы. Если вы скажете, чтобы я рассказал обо всем, мне нужно будет о многом рассказывать. Но особенно, когда я поступил на службу в армию, я не могу забыть, как Господь Бог ответил на мою молитву. Наверное, это вдова из Сарепты в тот день, утро, она встала на колени перед Богом, она молится и говорит, «Господи, я соберу дрова, сделаю костер, сделаю хлеб, и мы съедим с сыном, а потом я собираюсь умереть». Господи, правда ли это мой последний день? Господи, пожалуйста, жалься над нами, помилуй нас. «Отец Небесный, я молю тебя. Я-то ладно, но мой сын, он умирает от голода. Как я могу смотреть на это, Господи? Я немощная. Пожалуйста, жалься надо мною. Дай мне пищу, пожалуйста». Я думаю, она так молилась в тот день. Знаете, когда я поступил на службу в армии, мы проходили тренировку молодого бойца, я однажды проснулся, и я вижу, что у меня украли перчатки. Знаете, это не так много времени прошло, как меня забрали в армию. Я подумал, это беда. Знаете, я сразу же подумал, «Я же в армии, может, мне тоже стоит у кого-то украсть?» Знаете, в армии нет слова «воровство». Почему? Как бы ни крали, все равно, все это будет находиться в Министерстве обороны Кореи. Поэтому мы называем «перемещен с местоположения». Поэтому я тоже подумал, нужно будет поменять местоположение, несколько перчаток. Ну что поделаешь, я же в армии. Я поставил план, чтобы украсть перчатки. Я подумал, что ночью я притворюсь, что иду в туалет. Нельзя же просто украсть. А нужно будет переместить несколько пар перчаток, чтобы не могли найти, у кого я украл. Так я подумал. Но в тот день, в моем сердце, знаете, какую душу Бог мне дал? Послушай, допустим, ты украдешь перчатки. Да, может быть, никто не заметит. Однако, если кто-то увидит, что ты украл перчатки, то с того момента разве ты сможешь передавать Евангелие? Об этом я подумал. Знаете, в моей жизни самое большое счастье это было передавать Евангелие. Передавая Евангелие, может, не многие, но я видел, как один, двое менялись. Когда я видел, как люди меняются, особенно сегодня, та же сестра им свидетельствовала. Мне кажется, она не рассказала одного из сотого, из чего можно было бы рассказать. Однако, эта сестра, она менялась. Позавчера, я участвовал на выпускном одной школе, и она мне позвонила. Она сказала, «Пастор, в больнице врачи говорят, что я очень много беспокоюсь о разных вещах, поэтому мне нужно принимать сильные препараты. Однако, взгляд врачей, и мой взгляд полностью отличается, потому что я вижу, что ее сердце находится в покое, что у нее есть благодарность, радость на душе. Конечно, врач умнее, чем я, однако, на мой взгляд, я вижу, что эта сестра сильно изменилась, поэтому я сказал, «Может, не нужно принимать сильные препараты?» Я, конечно, плохо разбираюсь, однако я сказал, что мне кажется, вам не нужно принимать сильные препараты. Живя в этом мире, знаете, когда я чувствую самое большое счастье, когда люди меняются. Особенно, знаете, я утром прихожу к себе в кабинет, провожу занятия по изучению Библии, потом провожу собрание на Сестринском, потом провожу урок для учеников месецкой школы, потом я молюсь с служителями, решаю какие-то вопросы церковные. И каждый раз, по возможности, приезжают братья и сестры на общение. Если много, тогда пять человек, трое, в среднем три человека приходят в день на общение ко мне. После общения, я вижу, как Иисус Христос входит в сердце брата или сестры, и они меняются. Особенно, знаете, когда вы передаете Евангелие людям, они до этого мучились из-за греха, но получив спасение, они радуются, они веселятся, благодарят Господа Бога, и видя это, знаете, по-корейски это говорят хиор, что значит восторг. Восторг, этого слишком мало, чтобы описать те чувства, которые ты ощущаешь, потому что это не только восторг, это и благодарность, и радость. Знаете, когда я служил в армии, для меня самое счастливое время это было передавать Евангелие. пастор Уксупак украдет перчатки, если кто-то заметит, скажет, «О, Уксупак, это разве не мои перчатки?» Я скажу, «Нет, ну смотри, вот знак мой, это же мои перчатки, смотри». И тогда мне будет так стыдно, люди скажут, «Ты же ходишь в церковь и воруешь?» Я представил, что такая ситуация может случиться. Конечно, может, никто не заметит, однако, если заметят, тогда, до того, как я не закончу службу, я не смогу передавать Евангелие, все будут называть меня вором. И тем более, обо мне плохой слух разойдется, потому что я хожу в церковь, и тогда я более не смогу передавать Евангелие. А если Евангелие не передавать в армии, то армия это будет для меня настоящим адом. Знаете, я после того, как закончил основную тренировку, меня отправили в другой город для того, чтобы я проходил дополнительную подготовку. мы проходили подготовку по связи. Я был 301-го набора, и нашу часть перевели в город Вон Чжу, и я стал самым первым. Каждую субботу приезжают новобранцы, я им успокаиваю, потом спрашиваю, кто ходит в церковь. И знаете, если сказать им, кто ходит в церковь, тогда 90% из них поднимают руки. к нам по воскресеньям приходили 150 или 200 человек. Даже в самой большой части собиралось только 30-40 человек в церкви, а у нас же собиралось 150-200 человек. Я был рядовым, но хотя среди других офицеров я самый маленький, но я был самым старшим солдатом. Мы были голодными, было холодно, однако пока я передавал Евангелие, я чувствовал большое удовлетворение в моем сердце. А если я украду и никто не узнает, тогда будет хорошо, однако если же узнают, тогда более я не смогу передавать Евангелие. Для христианина самое большое счастье это то, что он встретился с Иисусом, то, что встретившись с Иисусом, он свидетельствует о том, что его грех омыт. И когда наше сердце наполняется чувствами, и когда мы радуемся, освободившись от греха, когда мы передаем слово, само собой наша душа наполняется этой душой, радостью. Знаете, я много раз думал о том, что я готов всю жизнь жить солдатам, передавая Евангелие в армии. Однако, если я украду перчатки у кого-то, и если об этом узнают другие солдаты, и не смогу передавать более Евангелие, тогда это будет самое мучительное время для меня. Сегодня вечером я сяду в самолет, полечу в Нью-Йорк, буду проводить семинар, потом полечу в Бразилию, в город Сан-Паулло, потом в Перу, Рима, потом в Панаму проведу семинар, и потом поеду в Лос-Анджелес и проведу семинар, и так в пяти городах проведу семинар, и 16 февраля я вернусь снова в Корею. Знаете, обо всем я забываю, когда передаю слово. Когда провожу семинар, я обо всем забываю и наполняюсь словом, чувствую счастье и радость. Однако, если я украду, если солдаты и другие узнают, что я украл, тогда я больше моей военной части не смогу передавать Евангелие. Тогда моя служба в армии будет настоящим адом. Да, быть с любимыми братьями и сестрами, быть вместе с церковью это хорошо, однако самое большое счастье это передавать Евангелие. Но в тот день я молился Богу и сказал, Господи, я не буду воровать. Знаете, когда нас собирали утром, мы маршировали и нужно было поднимать руки вперед. 199 рук, синие, и только у меня рука красная. Мне не было страшно, что холодно, но я боялся, что офицеры могут меня наказать. Этого я боялся. В тот день я молился перед Богом, Господи, я не буду воровать, пожалуйста, помоги мне, мне достаточно, чтобы ты дал мне перчатки. Так я молился. В тот день мы изучали бросать гранату. Нужно снять крючок безопасности и потом раз, два, и на три бросить гранату и потом накнуться. Такую тренировку мы проходили. После тренировки 50 минут длится тренировки, потом 10 минут перерыва. И во время перерыва все пошли курить, а я остался один. Нас собрали только недавно, поэтому мы не запомнили лица и имена, и один парень подошел и спросил, где у тебя перчатки, у тебя что нет перчаток? Я сказал, слушай, знаешь, я утром проснулся, у меня ночью кто-то украл перчатки. Тогда он сказал, почему ты мне раньше не сказал? Я спрашивал у него, у тебя что, две пары? Он говорит, да. Я у него спрашиваю, ты что, у кого украл? Он говорит, в смысле украл? Ну тогда откуда у тебя две пары перчаток? Он говорит, мой старший брат, командующий взводом, я отморозил руки, поэтому мой старший брат дал дополнительные перчатки. Мы же товарищи, вот, возьми их. И он мне дал перчатки. И я надел эти перчатки. Ой, Господи, ты и жив и в армии. В нашей жизни Иисус Христос живет и действует. И это удивительно. Знаете, когда я думаю о вдове Иссорепте, она рано утром проснулась, она молилась перед Богом, говорила, Господи, это последняя мука, последняя масла. Я сделаю огонь, спеку хлеб, съедим с сыном, и я собираюсь умереть. Господи, мне нужно так умирать? Пожалуйста, помилуй. Господи, пожалуйста, ответь на мою болитву. Дай нам пищу. Да, я-то ладно, но мой маленький сын умирает от голода. Как я могу наблюдать за этим, Господи, скажи. Наверное, она так молилась в тот день. И она утром проснулась, вышла на улицу, чтобы собирать дрова, встала у ворот в город. Она собирала дрова, чтобы сделать огонь и испечь хлеб. и у входа в город встретила пророка Илью. Илья говорит, принеси мне воды. Она пошла за водой, тогда Илья сказал вслед, не нужно нести только воду, но возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Что сказала она эта женщина? Жив Господь Бог Твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полина два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Пророк Илья говорит, такие вещи, о которым она даже не могла представить. Он говорит ей, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой апрес для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Потом что он говорит дальше? Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не стешится и масло кувшине не убудется до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Эта женщина утром молилась Богу и она встретила Божьего человека и Божий человек говорит о том, что мука не стешится и масло не убудется. Эти слова были удивительными. Господь Бог услышал мою молитву. Бог хочет действовать у меня. Когда мы читаем Библию, начиная от бытия до откровения, мы можем увидеть, как Господь Бог действовал. Дьявол, когда мы читаем Библию, говорит, да, это только в Библии написано, Бог у тебя не будет в твоей жизни действовать, ты же злой, ты же согрешил, ты же обманывал, Бог тебя ненавидит, Бог не будет тебе помогать, ты умрешь от голода, ты потеряешь крах. Дьявол говорит нам так. Но наоборот, Господь Бог же говорит нам, что приди с верой, и я буду действовать у тебя. Мудрый человек, они веруют в Слово Бога. Глупый же человек слушает голос Сатаны. Сатана говорит так, как будто это правда, как эта мука может появляться. Однако мудрый человек верует в Слово Господа Бога. Я раньше не веровал в Слово Бога. Я думал, что я прав, однако когда я понял, что я злой человек, после того, как я начал принимать Слово Господа Бога, как оно есть, у меня появилась надежда к Богу. Я видел, что Господь Бог будет у меня действовать. Давай, сарепты, она, если бы вдруг не с того всего встретила пророка Илью, тогда бы она не поняла, что случилось. Однако в тот день она утром проснулась, молилась перед Богом, просила, чтобы Господь Бог дал хлеб. Господи, это последняя мука, не нужно что наблюдать, как мой сын умирает, Господь Бог, пожалуйста, благослови нашу семью, дай нам хлеб. И в тот день она встретила пророка Илью. Он говорит, что мука в катке не истошится и масла кувшиня не бодится до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Да, Господи, ты всемогущий Бог. Бог именно для этого ты послал Божьего человека. Я сегодня утром молилась и ты отвечаешь мне на молитву, Господи. Христиане, мудрые христиане, они через Библию слушают слово Господа и веруют в это слово. Глупый человек слушает голос сатаны. Ой, как эта мука может подниматься в катке? Это разве возможно? Если все сесть, как оно может снова появиться? Да быть такого не может. Не говорите ерунду. Разве это Господу Богу возможно? Те люди, которые получают проклятие и те, которые получают благословение, между ними только одна разница. Ты веруешь в слово Господа Бога или же слушаешь голос сатаны, который звучит в своем сердце? Давай сарепты. Для нее эта мука была равна жизни. Но слушая слова пророка, Господь Бог, чтобы благословить меня, Он сделал, чтобы я встретила пророка Илью. Бог сделал, чтобы мука появлялась, чтобы масло появлялось. Бог помилует, чтобы я могла накормить свою семью своего сына. Знаете, я размышляю над этой историей. Представляете, когда эта женщина услышала слова пророка, она отдала хлеб. Сын просит, мама, дай мне хлеб, дай мне хлеб. Она говорит, сынок, подожди немножко, подожди, я тебе дам много хлеба, подожди чуть-чуть, пожалуйста. Затем мука наполняется в катке, она черпает, а мука появляется. Она черпает, черпает и смотрит, Бог до конца будет давать или же нет. И представляете, какое сердце тогда было у Давы и Сарептой. Если бы телефон, она позвонила маму и сказала, мама, ты завтракала? Нет, мама, приезжай к нам, у нас есть хлеб, у нас много хлеба. Ой, дочка, что с тобой, у тебя голова уже не на месте, как это хлеб может быть у тебя? Нет, мама, приезжай, с папой, приезжай вместе, я тебе дам хлеб. Мама говорит, ой, дорогой, наверно, наша дочь сильно голодала, поэтому сошла с ума, она говорит, что мука не стышается, быть такого ведь не может. Все скажут, что она ненормальная, но она веровала в слово Господа Бога. Знаете, будучи пастором, вы можете увидеть очень много интересного. в жизни братьев-сестер, когда вы свидетельствуете слово Господа Бога, вы видите, как жизнь у братьев-сестер меняется. Вдова из Сарепты, она не имела всего, но самое главное, Бог действовал у вдовы из Сарепты. В тот день Бог поднял Илью, когда в Израиле Езавель казнила христиан, заставляла служить Ваалу, именно в это время Господь Бог, хотя было много Божьих людей, но все они умерли, все упали, и остался только один Илья. И Господь Бог через Илью хотел показать, что Господь Бог жив в Израиле, хотел получить всю славу, и хотел показать себя всем людям. Илья. Именно в это время был нужен человек, который поможет Илью заниматься делами Господа Бога. Я думаю, что сейчас, если Бог будет выбирать для этого людей, то выберет сестер Канамской церкви, председателя Сестеринского собрания, может, таких людей Бог выберет. Господь Бог в то время для того, чтобы показать через Илью себя, и в этом деле должен быть человек, который поможет Илье, который будет кормить его, и выбрал именно в качестве этой роли вдову Иссорепты. Почему? Она знала Бога, и Бог знал о ней. Она верила в Бога, и ее сердце стало единым с Богом. Мы вдовы Иссорепты нашего времени. Вдовы Иссорепты она не имела веру с самого начала. Когда ее муж умер, она жила с сыном, несколько лет не было дождя, она умирала от голода. Эта вдова смотрела на Господа Бога, ожидала помощи от Бога. И Господь Бог для того, чтобы совершить великое деяние, Он не выбрал других людей, Он выбрал именно вдову Иссорепты. Когда получила спасение, когда мы получили спасение и живем во Христе Иисусе, Господь Бог избрал нас для того, чтобы мы передавали это Евангелие. Многие пророки погибли, поэтому Илья тоже боялся, что он может погибнуть. Однако Господь Бог, хотя были гонения, были трудности, да, и сейчас даже дьявол устраивает гонения, но в нашем сердце ведь Бог жив. Что бы ни говорили другие люди, вдова из царепты веровала в Бога. Она уповала на Господа Бога, она верила Слово Господа Бога, следовала за Словом Его. И поэтому Господь Бог через Илью совершал большое деяние, и были многие люди, которые могли помочь ему, однако Бог избрал вдову из царепты. Бог сделал, чтобы она встретилась с ним. Вчера вечером сестра Мунэдин приехала ко мне домой. Достаточно поздно приехала. Знаете, 10 лет уже прошло, как она поехала в Гану, упала, повредила первый позвоночник. Даже сейчас вспоминаю то, что было тогда, знаете, я помню, так я сильно переживал. Услышав весть о том, что она повредила позвоночник, ее повезли в больницу в Гане, сказали врачи, что все нормально. Но когда она вернулась домой, постепенно ее нога начала парализовываться, потом снова повезли в больницу. Знаете, я понял, что в Гане нельзя проводить операцию, нужно привезти ее в Корею. Я спросил, какая компания, авиакомпания быстрее всех из Ганы привозит в Корею? Сказали, Арабские Эмираты. Я попросил авиакомпании Арабские Эмираты, чтобы привезли эту студентку в Корею. Они спросили, она может лететь Ситя? Мы сказали, нет, не может. Тогда они сказали, нет. Они сказали, что это невозможно. По нашему уставу это невозможно. Позвонили Руфганза. Они сказали, что да, мы можем привезти только завтра. Мы сказали, почему сегодня нельзя? Это очень срочно. но они сказали, что самолет вылетел из Германии в Ганну. Мы сказали, а почему нельзя обратно везти? Сказали, нужно привезти специальную кровать. Нужно снять 14 стульев и установить кровать. Это будет возможно только завтра. Поэтому завтра приезжайте в аэропорт. Мне нужно было позвонить ее родителям. Я позвонил ее маме. Здравствуйте, вы мама Хэдзин? Я думаю, она сидит где-то в зале. Оказалось, что за два дня до того, как случилась эта авария, я был в доме мамы Хэдзин. И она рассказывала, что ее дочь поехала волонтером в Ганну. Но я даже не мог во сне представить, что это именно Хэдзин. И я позвонил маме Хэдзин. Я спрашиваю, это мама Хэдзин? Она говорит, да. Вы не пугайтесь. Хэдзин она в Гане упала и повредила первый позвоночник. Врачи говорят о том, что она всю жизнь не сможет более ходить. Поэтому я хочу привезти ее в Корею, чтобы провести операцию. Авиакомпания Руфтган захотят помочь нам. Арабские Эмираты не хотят нам помогать. И сейчас мы регулируем этот вопрос. Я думаю, завтра она сможет перелететь в Германию. Интересно, знаете, это была та сестра, с которой мы встречались два дня назад. И знаете, что эта сестра мне сказала? Пастор, все равно вы же пастор. Вы, наверное, лучше меня знаете, как поступить в этой ситуации. Поэтому поступайте, как вам кажется, верны. Я думал, что она будет плакать, но я был так благодарен, что она так мне сказала. И на следующий день авиакомпания Руфт Ганса привезла ее. Мы забронировали для нее место. Я позвонил миссионеру Гон, который служил в Германии, в Франкфурте. И он сказал, что он сейчас в Геттингене. Я сказал, почему ты в Геттингене? Нужно сейчас ехать в Франкфурт. Я сказал, собери братьев и сестер и найдите в Франкфурте больницу, которая больше всего и лучше всего делает операцию на позвоночник. Такой там участок приедет самолет, поэтому мы отвезем к вам снимки рентгена, поэтому по этим снимкам проведите операцию. Потом приготовьте машину скорой помощи в аэропорту, чтобы Хейдин могла сразу выехать из аэропорта в больницу. И знаете, пастор Гоан сделал все, что я сказал ему. И мы отправили маму Хейдин в Германию. Врач после того, как провел операцию на спине, сказал, что нужно сделать операцию и с грудной частью. Но знаете, врачи, они такие жестокие. Он мне так сказал, что нужно сделать операцию и распилить все позвоночники. Представляете, так говорят, как будто это так просто. Молодая девушка, сейчас ей нужно раскрыть грудь. Провели операцию, но нужно было полностью раскрыть грудь, но, слава Богу, не нужно было резать ребра, просто раскрыли и провели операцию. Она сейчас сидит, говорили, что она не сможет ходить. 10 лет уже прошло с того дня. Люди спрашивают, те, которые осуждают нас, говорят, Хейдин ходит? Я говорю, будет ходить. Они спрашивают, ходит? Я говорю, будет ходить. Сегодня утром пресс-фиктор Хуан, который более всех заинтересован Хейдин, сегодня рассказывал, посадили, посадили Хейдин на робот и, представляете, 25% она начала ходить своей силой. 25% силы она использовала. Я думаю, что 30-40% скоро она будет использовать силы своей. пресс-фиктор Хуан вчера встретился с Хейдин и спросил, Хейдин, ты ходила? Мне сказали, что у тебя появляется сила. Знаете, она рассказывала сама, она сказала, что я плакала от радости. Знаете, что удивительно, что она повредила позвоночник, поэтому нерв умер. По идее, тогда ее нога должна худеть, стать как ветвь. Должна остаться только костей, но ее нога полная. Иногда я трогаю ногу и чувствую, что там нога толстая, да, слабая, но Господь Бог нам дает надежду. 25% она своей силой начала ходить. 10 лет она не пользовалась ногами. Сейчас на компьютере все это можно измерить. Знаете, мы ждем помощи от Господа Бога. Порой 10 лет нужно ждать, 20 лет, иногда 5 лет, 3 года, но мы ждем. И Господь Бог, Он живет среди нас и действует. Это удивительно. Господь Бог, Он, когда все говорили, что не получится, все говорили, что ни в коем случае не получится, что она будет ходить. Все врачи говорили, что не нужно говорить глупые слова, что это просто невозможно, что она будет ходить. Но мы молились Богу. В этом году, я думаю, что без компьютера я смогу увидеть, что эта сестра ходит. Недавно в городе Хапчон одна сестра, я думал, что она совсем молодая, но мне сказали, что ей 35, она уже в возрасте достаточно, не молодая. Она имела какие-то проблемы с кожей, поэтому она приняла лекарства, но эти лекарства неправильно воздействовали на нее, и нерв, который отвечает за зрение, умер. Знаете, я не помню, чтобы я молился за ней. Однако, когда я был в городе Хапчон, брат, который был алкоголиком, с братом Шмунгсоп, я молился с ним и потом передал слово и говорят, что тогда я встретил эту сестру. Эта сестра начала видеть нерв, который умер. Но, знаете, для Господа Бога мертвый нерв это не проблема, потому что для Господа Бога что мертвый, что живой, нет большой разницы. Живой может сегодня умереть, и мертвый сегодня может ожить. Знаете, сестра удивляется, говорит, что раньше она носила не по парам носки, но сейчас она видит это, поэтому ей очень радостно. Она говорит, что ее отец хорошо готовит рисовые лепешки, и говорит, что я приехал, чтобы попробовал их, я хочу поехать к ней. Знаете, когда в душе Господа Бога есть мы, и также Господь Бог есть в нашем сердце, мы очень долгое время жили во грехе, жили во тьме, жили, блуждая по этой земле. Однако однажды Господь Бог пришел в мою душу. Когда пришел Господь Бог в мое сердце, то, о чем я раньше даже не мог представить, Господь Бог начал вести меня по ту сторону, я вижу, что Он совершает это деяние. Это так удивительно, таким счастьем я наполнен. Братич Монгсоп, он был алкоголиком, а сейчас он стал драгоценным служителем Господа Бога. И знаете, он так драгоценным образом передает Евангелие. Сестра, которая не могла видеть, у которой нерв, которая отвечает за зрение, умер, она не могла видеть, а сейчас она видит, что у нее носки не по парам, обнаруживает, что у нее носки не по парам, и для нее это очень интересно. Вчера та же написала письмо мне, она сказала, чтобы я приехал в Хапчон, есть эти лепешки, обязательно хочу поехать в город Хапчон. знаете, господь Бог среди нас совершает очень много дьяний. У вдовы Сарепты для нее осталась только горсть муки, но она могла дать эту горсть муки Господу Богу. Так Господь Бог действовал у нее. Эта женщина не просто отдала хлеб, она до этого испытывала Бога, получила благословение Господа Бога. Да, ей было тяжело, но попробовала дьяни Господа Бога, видела Бога. И постепенно она поняла, что Господь Бог слышит молитву такого грешного человека, как я. И до какого уровня она дошла? Да, последнюю муку я не отдам никому, как я могу дать Богу? Мы ведь такие люди. однако Господь Бог позволил, чтобы я мог отдать муку, которая равна моей жизни. И таким образом мука не стышается. Представляете, она зовет к себе всех соседей, она говорит, вот, давайте я вам буду давать муку, а вы просто делайте лепешку, хорошо? Да, кушайте спокойно, все нормально. И представляете, какая радость в ее доме, когда я думаю об этом, ее сын, представляете, идет в школу, в кармане хлеб, и друзья спрашивают, слушай, что это у тебя в кармане? Хлеб, а что? Правда это хлеб? Да. Можно я посмотрю? Конечно, вот. Ничего себе, откуда у тебя этот хлеб? У меня дома много хлеба. А можешь поделиться? Конечно, вот возьми, ешь. Ой, спасибо, давай я тебя буду носить, твою сумку. Если кто-то тебя обидит, скажи мне, я буду тебя защищать. Да, для школьников наверное это самое лучшее, что может быть. А семья? И родственники пришли, и родители мужа пришли, и соседки пришли, и даже старший брат, который всегда ругался, пришел, просит хлеб. Тот мир, о котором она не могла представить, Господь Бог дарует ей. Поэтому также вы, как эта вдова из царепты, эта вдова раньше не могла представить, как я могу дать хлеб последний Господу Богу. Такая это была женщина. Она думала только о себе, она хотела воспитать хорошо сына, и думала, что сын вырастет, женится, но Господь Бог дал ей такой мир, который не могла представить. Она начала слушать голос Господа Бога, и или для того, чтобы показать всему израильскому народу, что Господь Бог жив, нужен человек, который будет кормить его, и Господь Бог выбрал его, чтобы она занималась этим телом. В Израиле было много женщин, много вдов, но Господь Бог выбрал именно вдову из Сарепты. Господь Бог говорит, да, иди в Сарепту Сидонскую, я повелел там женщине вдове кормить тебя. Илия по слову поехал в Сарепту, встретился с вдовой, попросил воды, потом сказал, принеси хлеб. Она сказала, у меня нет хлеба, есть только горсть муки и немножко масла, мы приготовим, умрем сыном. Но он говорит, да, сделал, но принеси мне сначала тогда мука не будет истошаться. Она может подумать, он что, мошенник? Как такое может быть? Он же Божий человек, и он сейчас обманывает, как такое может быть? Однако эта женщина, она много раз видела Диане Господа Бога до этого, и верила в Господа Бога. Дорогие братья и сестры, вы, если будете обмануты соблазнами этого мира, тогда вы не заметите, однако в Библии вы можете увидеть Иисуса Христа, который действует у вдовы и царепты, действует у Лазаря. Такой же Иисус также будет действовать у нас, если у нас появится такая вера, то через эту веру Господь Бог будет действовать у нас. В 1962 году, когда я получил спасение, я видел после этого, как Господь Бог очень сильно действует в моей жизни. Я видел Его огромное деяние. Я не могу не верить, что Господь Бог жив и не действует на нас. Я очень благодарен Богу. Люди, когда даже говорит им человек Божий, они не думают, что это слова Господа Бога, они думают, что это просто слова человека. Они говорят, да быть такого не может, не верят. Но люди, которые верят Господа Бога, они также веруют в слова Божьих людей. Это вдова Истарепта, она верила и словам Или. Если бы она не поверила, она бы умерла от голода. Ее сын умирает от голода, она бы в слезах наблюдала за этим и умирала от голода. Однако она поверила словам Божьего человека, у нее появилась вера. И эта женщина, имея веру в Господа Бога, поэтому и Господь Бог мог действовать у нее. то же самое, хотя получились спасения, но те, которые хотят защитить себя, те, которые думают только о себе, те, которые не могут поверить Господа Бога, через них Господь Бог не может действовать. если сегодня утром вы, как это вдова и сарепты, если вы станете теми, которыми Бог нуждается, что бы вы не встретили, даже если у вас будет голод, даже если у вас будет проклятие, если у вас будут даже болезни, даже если у вас будет страх, что бы вы не встретили в вашей жизни, через Господа Бога вы сможете вполне все это преодолеть и с радостью и благодарностью вы сможете быть использованным Господом Богом. После собрания я полечу в Америку и в Нью-Йорке я буду проводить семинар, потом полечу в Бразилию, в Сан-Паулу, потом в Перу, в Риму, потом пойду еще в одну страну, потом в Лос-Анджелес и вернусь в Корею. В пяти городах будет семинар. Дорогие братья и сестры, мы имеем надежду, потому что многим людям мы рассказываем, что Иисус Христос очистил наши грехи. Многие люди, веруя в Иисуса Христа, получают прощение грехов, получив прощение грехов, их сердце соединяется с сердцем Бога, и Господь Бог живет и действует в их жизни. И когда я думаю, что Бог будет менять их жизни, у меня есть огромная благодарность. Знаете, когда я думал, что нет Бога, я думал только о себе. Если у меня есть много, значит, у меня есть много, а если только сто, значит, только сто. Так я жил и думал. Однако, после того, как я поверил в Господа Бога, Господь Бог, Он показал мне другое. Даже если у меня нет денег, я мог работать, как будто у меня есть. Даже если нет пищи, Бог действовал, как будто у меня есть пища. Я видел, как Бог ведет. Я мог испытать этот удивительный мир. Почему? Бог хотел нас этому научить и допускал разные ситуации в моей жизни. Наша миссия Гуньос Мишон, наша Гагнамская церковь, по всему миру мы свидетельствуем это Евангелие. В стаах странах мира многие люди получают прощение грехов. В Бразилии в прошлый раз пастор Лим Минчоль передавал Евангелию и 500 пасторов получили спасение. И в дальнейшем также будут многие люди получать спасение. В октябре в Бразилии будет большой семинар и меня пригласили проповедникам. Господь Бог открывает перед нами путь. Не потому, что я молодец, а я человек, который верил в Господа Бога. Я знаю, что Господь Бог больше, чем я. То, что есть у Господа Бога, больше. Если я буду считать, что то, что есть у меня больше, чем то, что есть у Бога, тогда мне будет очень сложно принимать слово Господа Бога. Если то, что есть у меня меньше, чем есть у Бога, тогда я могу легко отдавать свою Богу. «Давай, сарепты!» Услышав слова Илли, она поверила. Да, она собралась съесть последний хлеб и умереть, но она сделала хлеб. Младший сын просит ее, чтобы она дала хлеб, но она не дала ему. Глотая слюни. Знаете, больший человек даже не поделился. Да, такой немножко нехороший, да? Сын просит, мама, я тоже хочу хлеб. Кто он такой? Почему ты даешь ему хлеб, а мне не даешь, мама? Но мама говорит, сынок, подожди немножко, я тебе дам столько хлеба, что ты наешься. Иллия съел хлеб, выпил воду, и эта женщина сказала, да, побежала к котку, с трепетом на сердце открыла крышку, к удивлению, по слову Господа Бога, там была мука. Господи, ты жив! Господи, спасибо! Наверное, она плакала, согласны? Вы представляете, как ей было радостно? Так много муки, давай я сделаю тебе много хлеба, ешь, сколько тебе захочется, сынок. Звонит маме, брату, отцу. Мама, приезжай, у нас есть много муки, много масла, приезжай. Ой, наша дочь, она слишком много голодала, что сошла с ума. Как это мука может быть у нее? Нет, мама, хватит говорить по телефону, приезжай, увидишь сама. Открыла магазин булочек и пригласила соседей. Одна женщина черпает, вторая делает тесто, третья готовит, пятая упаковывает и продает. Все ее соседи также получили эту благодать. Дорогие братья и сестры, когда мы получим благодать Божию, то эта благодать будет и наших родственников, у нашей семьи, у наших братьев-сестер. И они, так же, как мы, будут есть хлеб. Так же увидят деяние Господа Бога. Так же получат спасение. Так же получат прощение грехов. Это удивительное. Что мы не будем заниматься другими. Именно поэтому я занимаюсь только этим делом. И проповедано быть во имя Его упокаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Это есть воля Господа Бога. Поэтому ради этого мы проводим волонтерский программ за границу, проводим лагерь, проводим библейские семинары. Именно для этого мы летаем на самолете. Для этого мы передаем Евангелии. Только в прошлом году через нашу церковь Господь Бог позволил во многих странах мира передать ясное Евангелие через кровь Иисуса Христа. Дал возможность распространить это Евангелие. И я ради этого посвятил всю мою жизнь, отдал себя, отдал свое время, отдал свое сердце. Все, что есть у меня, я отдал Богу. И мы стали домами и сарептой нашего времени. И я совершаю дела Господа Бога. Некоторые братья, сестры говорят, зачем вы проводите концерт Рождественской Контатой? Знаете, мне жалко таких людей через Контату. Ведь такие люди, многие люди получают спасение. Мы ведь получаем большое благословение. Ведь люди получают покой. Ведь люди чувствуют счастье, получают большую радость. А они так глупо говорят такие слова. Для них даже Рождественская Контата – это бремя. Тогда чем нам заниматься? Будут пить алкоголь, будут курить снова, как раньше. И они отдаляются от Христа. Мы с радостью служим Господу Богу. Мы знаем Господа Бога, и Бог узнал нас. И ради Господа Бога Господь Бог открывает путь. В этот раз на Новый год я ездил в Уганду, передавал слово. Потом Бог говорит, лети в Бразилию. Говорит, сюда езжай. Господь Бог открывает передо мной путь, и я могу свидетельствовать о этом великолепном Господе Богу и передавать Евангелие многим людям. За это я очень благодарен Ему. Наши братья и сестры с пресвекторами я теперь хочу ездить по разным странам. Я часто летаю с пастором Багенчжу, но я хочу теперь летать с братьями и сестрами, и чтобы они свидетельствовали и молились, и жертвовали ради Евангелия, и чтобы мы по всему миру могли передавать это Евангелие. Давайте, тогда Господь Бог будет защищать всю нашу жизнь. Когда я живу ради Евангелия, Господь Бог защищает мою жизнь, мою старость, мою болезнь, моих детей, моих соседей. Как эта вдова может одна из хлеб? Согласны? Она пригласит свою семью, родителей, пригласит родственников, пригласит братьев, сестер младших. И как все ее близкие начали есть хлеб, так же и мы. Ведь когда едем домой к родственникам, мы ведь думаем, как будем передавать Евангелие. Я буду передавать этот хлеб. Правильно? Вы ведь тоже думаете об этом. Если подумать, это огромное счастье. Дорогие братья и сестры, Бог дал нам это удивительное спасение. Среди нас Господь Бог живет. И в этот страшный голод многие люди умирали из-за голода. Многие люди страдали из-за этого голода. Однако Божий человек, вдова и сорепты, хотя у нее не было мужа, она была нищей, но Господь Бог позволил ей преодолеть этот голод. Позволил ей спасти многих людей. Даровать многим людям радость. Она стала драгоценной дочерью Бога. И сейчас Господь Бог хочет, чтобы и мы стали, как эта вдова. Уже среди наших братьев и сестер есть люди, которые посвящают себя, как эта вдова и сорепты, дают средства, молятся ради Господа Бога, поддерживают распространение Евангелии. Я вижу, что число таких братьев и сестер становится все больше и больше. За это я очень благодарен Господу Богу. Мы в Фидже передаем Евангелии. В Тихом Океане в многих странах распространяются Евангелии. В Мияммии передается Евангелие. В Таиланде передается Евангелие. В Индии передается Евангелие. В Шир-Ланка передается Евангелие. По всему миру мы отправляем миссионеров, передаем Евангелие. Братья и сестры молятся, поддерживают финансово. И, хотя это небольшой хлеб, но его достаточно, чтобы спасти многих. Я верю, что это станет таким драгоценным хлебом. Распрямьте ваши сжатые руки. Смотрите на Господа Бога. Направьте ваше сердце к Богу. И как это вдова и сорепты. Чем ваши мысли следуйте за словом Господа Бога, тогда Господь Бог даст неописуемая благодать. Я твердо верю в это. Аминь. Мы вдовы и сорепты нашего времени. Мы находимся в Боге. В сердце Бога есть мы. Поэтому, когда мы достигаем драгоценного спасения, Бог живет, передает Евангелие и хочет совершить свое дело. Аминь. Поэтому все мы являемся вдовами и сорепты нашего времени. До недавних пор она думала, что я съем и умру. Но после молитвы Бог ответил ей на ее молитву. И Бог, который ответил на молитву вдовы и сорепты, отвечает на наши молитвы. И у каждого из вас Господь Бог будет действовать. Я твердо верю в это. Давайте помолимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok